Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы, ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня с вами обсудим очень важную тему – перинатальное программирование питания и о той роли питания матери во время беременности и кормления грудью для того, чтобы ребенок родился и дальше развивался абсолютно нормально. Я хотела бы обратить ваше внимание, что 20 век характеризуется ростом социально значимых заболеваний, в частности ожирения, диабета, патологии сердца, сосудов, остеопороза. Вы знаете, что имеет место вертикальный рост аллергических заболеваний. На сегодняшний день идет активный рост истоков этих заболеваний. Ну и мы прекрасно знаем, что истоки многих заболеваний, они являются родом из детства. Ну и на сегодняшний день очень активно развиваются такие науки, как нутригенетика, нутригеномика, а также пищевое программирование. Ну вот если посмотреть на неинфекционные эпидемии 21 века, то все прекрасно знают, что должна быть у каждого теперь педиатра настороженность в плане онкологии. И нередко такие заболевания, как нейробластомы, уже можно диагностировать в периоде новорожденности. Хронические легочные заболевания, рост аллергических заболеваний, рост ожирения, нарушение углеводного обмена, а также рост патологии сердца и сосудов. Почему, например, ожирение является в фокусе внимания ученых? Ну вот если мы посмотрим с вами на карту, карту 1976 года и та ситуация, которая произошла через 50 лет. Мы видим, что то, что изображено красным, да, это ожирение идет катастрофическими, такими стремительными темпами. Ну то, что мы не видим данных по Российской Федерации, не обольщайтесь, дорогие коллеги, это отсутствие данных, да. Поэтому на сегодняшний день мы проводим очень интересные исследования с целью как раз изучения физического развития в наших обычных поликлиниках города Москвы. Поэтому через некоторое время мы вам представим собственные данные. Ну что касается Соединенных Штатов Америки, да, мы видим с вами Южная Америка, Австралия, то, в общем-то, эти красные цифры нас сегодня ввергают в ужас. Уважаемые коллеги, ну вот раньше существовал неправильный термин, который использовался педиатрами, это термин паратрофии. Сегодня его можно признать термином позорным, да. Ну вот наиболее удобоваримое это термин ожирения, который диагностируется начиная с двух лет. Избыточная масса используется термин у детей до двух лет, а старше двух лет используется термин избыточная масса тела и ожирения. Поэтому мы понимаем, что за счет вот этого роста хронических неинфекционных заболеваний растет, безусловно, смертность детей, увеличивается рост заболеваний, так или иначе ассоциированных с ожирением и избыточной массой тела. Ну а сейчас мы побольше поговорим с вами о нутригенетике, о пищевом программировании. И термины эти появились тоже относительно недавно, ну порядка, во всяком случае, порядка где-то 40 лет назад. Ну вот доктор Бреннер, ему обязан мир термином нутригенетика. Он как раз изучал влияние и реакцию людей на одни и те же вещества. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, минорные компоненты. Как генетические различия влияют на реакцию людей на одни и те же пищевые вещества. Что касается нутригеномики, это наука о влиянии питания на экспрессию генов. Нутригеномика исследует эффекты нутриентов, в частности пищевых веществ, минеральных веществ и витаминов, и их, на метаболизм, их связь с протеомикой, метаболомикой и результирующие изменения в метаболизме. Ну вот здесь представлена хромосома. Вы знаете, что молекула ДНК является банком памяти, содержащей всю генетическую информацию, да, и каждая клетка нашего тела имеет одинаковое ДНК, и у каждого человека есть свой генофон. Ну давайте посмотрим, как факторы, какие факторы определяют здоровье ребенка. Ну прежде всего наследственные факторы, они определяют 20% будущего здоровья ребенка, а вот роль питания и внешних факторов, да, на сегодняшний день считалось раньше, что это вот приблизительно 80%. Вот такая была картина, которую нам давала Всемирная организация здравоохранений, и мы понимаем, что питание является управляемым фактором, который влияет на здоровье ребенка. Ну вот в 2015 год появились результаты фантастического исследования, то есть это метаанализ, основан на анализе 2748 клинических исследований, которые были проведены с участием 14,5 миллионов пар близнецов. И было показано, что здоровье ребенка, здоровье человека в 49% зависит от генетических факторов, а в 51% случаев зависит от факторов внешней среды. Поэтому мы понимаем, что, наверное, ближе к жизни, вот 50 на 50, то, что нам так всегда и казалось. Ну вот если мы посмотрим на данные о геноме человека, то оказалось, что он очень устойчивый. И посмотрите, какие очень интересные данные. Геном человека меняется всего на полпроцента за миллион лет, в то время как наше питание и потребление пищи резко изменилось за 100 лет. Ну вот наш организм развивался на фруктах, овощах. Теперь, к сожалению, последние годы многие перестрастились к фастфуду, к очищенным углеводам и к сахару. Хотя, конечно, молодежь сегодня не хочет есть сахара. И я помню, во времена моего детства, то есть традиционно в семье было это и сахар положить в чай, и есть сладкие печенья, конфеты и так далее. Ну, наверное, уже 25 лет назад я перестала есть сахар. А сегодня молодежь понимает это и раньше. То есть никто сегодня не ест сладкий чай, не пьет сладкий чай и не ест тот. Ну и от торта тоже стараются отказывать и позволяет их по каким-то праздникам, основная часть населения. И вот в этом плане очень интересная фраза, которая мне понравилась вот от этого улыбающегося, смеющегося человека, Арнольда Глазгоу. Это ученый, который написал такую фразу, которая, в общем-то, наверное, важно ее понять очень рано. Тело – это багаж, который ты несешь всю жизнь. Ничем он тяжелее, тем короче, к сожалению, путешествие. Поэтому очень важно это понимать с молодого. Очень умные люди лет 30 назад придумали идею о первых 30 днях. Ну и поначалу я помню, как это воспринималось. Ну, что-то там придумывали первые тысячи дней. Хотя, коллеги, обратите внимание, первые 270 дней – это те 9 месяцев, которые здоровый малыш пребывает в утробе матери. И еще 365, умноженное на 2 – это 2 года жизни, и получается без всяких натяжек ровно 1000 дней. И мы понимаем, что он родился, но живет он уже порядка 9 месяцев. И поначалу, и, конечно, днем вырождения надо бы считать момент зачатия. Но его никто не знает. Поэтому мы за исключение только экстракорпорального оплодотворения. Поэтому на сегодняшний день первым тысячам придается колоссальное внимание. И вот этот период тысячи дней – это то окно возможностей, которое можно использовать для формирования будущего здоровья. Поэтому 9 месяцев, момент рождения, ты родился естественным путем, ты родился путем кесарево сечения. А дальше первые 2 года жизни – от этого зависит то, каким ты будешь здоровым, будешь ли ты иметь различные болезни, и сколько лет ты проживешь. Поэтому вот эти первые тысячи дней – это тот период, когда формируется вот эта широкая метаболическая траектория. Она устанавливается во младенчестве, она фиксируется во младенчестве, и она может повлечь за собой нарушение адаптации во взрослой жизни. В последние годы становится очень популярным термин эпигенетика. Эпигенетика, соответственно, над, выше генетики. И если генетика изучает процессы, которые ведут к изменению в наших генах, в ДНК, то эпигенетика исследует изменение активности этих генов, при которых структура ДНК остается прежней. И в ответ на внешние стимулы, такие как питание, эмоциональные стрессы, физические нагрузки, появляются приказы нашим генам усилить или, наоборот, ослабить их активность. Ну вот если посмотреть, откуда корни эпигенетики, то они все-таки идут от Карла Линнея, который в 1704 году обнаружил образец растения, который был очень сходный с Линария вульгарис или Линянка обыкновенная, но который имеет совершенно иные по строению цветки. Это открытие было объяснено много позже биологом Энрико Коэном. Ну вот я нашла фотографию с большим трудом этого Энрико Коэна, это биолог. Вот он обратил внимание в 90-х годах, что группы метильные, которые находятся в области задействия, формирования цветка гена, были ответственны за его активность. И у них был полностью исключен один из генов, который называется Эльси и Эдрикси. Экспериментально вот этот Коэн подтвердил, что метильная вот эта эпигенетическая маркировка передается через семена растениям дальнейших поколений. А вот термин эпигенетика первый употребил английский биолог Конрэн Уингтон. Конрэн Уингтон создал теорию эпигенетического ландшафта. Вот, коллеги, обратите внимание, как он показал этот эпигенетический ландшафт. То есть вот эти шарики, они запускаются, а дальше они рассыпаются, и каждый попадает в свою ямку. И с этим связаны различия. То есть генетика одна, а все зависит от того ландшафта, куда попадут вот эти шарики. Поэтому генетика вместе с эпигенетиком дают формирование определенного, определенного, соответственно, фенотипа. Поэтому вы видите, что в процессе эмбриогенеза газописанная в генных программа происходит в конкретных условиях среды, в какой желобок ты попадешь. Поэтому эмбриональное развитие можно сравнить вот с этим шариком, который катится по этой наклонной поверхности и определяет, соответственно, то развитие, которое может быть у ребенка. На самом деле молекулярные основы эпигенетики были заложены в том числе и отечественным ученым, доктором-профессором Ванюшиным, который определил природу метелируемых последовательность ДНК у разных видов организмов. Ну, а Робин Холидей, вы видите, наш ученый определил это гораздо раньше, а Робин Холидей обосновал роль метилирования ДНК в регуляции работы гена. И он предложил термин «эпимутация» в 1987 году. Таким образом, Робин Холидей, он дал определение эпигенетики, то есть исследование механизма временного и пространственного контроля генной активности в сложных организмах, а Брайан Холидей дал другое определение эпигенетики, и он посчитал, что эпигенетика – это сумма генетических и негенетических факторов, которые воздействуют на клетки в целях селективного контроля экспрессии генов, которые позволяют увеличивать фенотипическое разнообразие в процессе развития. Мне очень нравится определение эпигенетики, которое принадлежит английскому биологу, Нобелевскому Риату, Питеру Медовару, и его выражение «генетика предполагает, а эпигенетика располагает». И вот его объяснение, казалось бы, очень простое тем сложным вещам, о которых сейчас приходится говорить. Он говорит о том, что наши клетки обладают памятью. Каждая клетка знает, помнит не только то, что мы обычно едим на завтрак, но и чем питались во время беременности наша бабушка и наша мама, занимались ли вы и они спортом, употребляли ли алкоголь. Клеточная память решает, будете ли вы склонны к ожирению, будете ли вы склонны к депрессиям. И во многом, благодаря клеточной памяти, мы не похожи на шимпанзе, хотя имеем с ними примерно одинаковый состав генома. Поэтому, по сути, эпигенетика – это мостик между геномом и окружающей средой. На сегодняшний день изучены эпигенетические механизмы взаимодействия среды и генома, доказано, что геномная восприимчивость к воздействию к окружающей среде продолжается в течение всей жизни, от гометогенеза до стадии зрелых соматических клеток. На сегодняшний день изучены основные механизмы экибегенетического контроля, ну, например, как происходит метилирование ДНК, как происходит ремоделирование хроматина, как происходит регуляция на уровне РНК, прионизация белков, инактивация их с хромосом. Поэтому на сегодняшний день, да, вы видите, что эпигенетика – это представлен метиляция ДНК, модификация гистона, да, и изменение в РНК. Безусловно, образ жизни, о чем, вспоминайте, говорил Питер Медовару, он имеет огромное значение, причем не только мамы, но и папы. Сперматозоиды содержат гены с эпигенетическими маркерами, которые вместе с генами циклетки формируют генотип будущего ребенка. Употребление отцом алкоголя значимо увеличивает деметилирование специфических участков в генах сперматозоидов. Курение отца меняет метилирование генов, ассоциированных с регуляцией клеточного апоптоза. Коллеги, я вам показываю свежайшую работу 2019 года. Курение отца изменяет метилирование в 141 локусе ДНК. И стресс отца тоже меняет метилирование целого ряда генов. Поэтому появились публикации о мужской ответственности, об эпигенетических изменениях, передаваемые потомству от отцов. Поэтому обратите внимание, это тоже свежайшая работа, ну ей немножко больше, 6 лет, о том, что сейчас, сегодня, как бы фокус на отцах. В исследовании, которое проводилось с доктором Диасом из США, показали взаимосвязь чувства страха с определенным запахом у потомков, подвергшись им такому воздействию мыши. У самцов-мышей был выработан условный рефлекс с ответным поведением по типу стрессовой оборонительной реакции. Мыши испуганно замирали, почуяв ацетафенон. Мыши, а в последующем, да, эти мыши были скрещены с не сталкивающимися с подобным воздействием самками. Мышки, а в последующем и внуки полученного поколения реагировали значительно чувствительнее на запах ацетафенона, чем на другие запахи, хотя сами с ним не сталкивались. Поэтому обратите внимание, какова роль отцов. Поэтому мы с вами понимаем, что на сегодняшний день имеет значение как роль матери, так и роль отца, да, и те изменения, которые возникают в геноме, да, зависит не только от матери, а, безусловно, от отца. Безусловно, целый ряд факторов в жизни матери, которая носит плод, да, влияют через формирование здоровья ребенка через эпикенетические механизмы. Безусловно, неправильное питание матери во время беременности, материнское ожирение играет колоссальную негативную роль. Скорость прибавки матери, прибавки в массе во время беременности, наличие гестационного диабета приводит не только к появлению крупного плода, но и к нарушению в будущем большему риску развития диабета и метаболического синдрома. Наличие стресса во время беременности, инфекционные воспалительные заболевания, прием антибактериальных препаратов, употребление алкоголя и курение оказывает негативное влияние. На сегодняшний день очень хорошо изучено неблагоприятное питание, неправильное питание во время беременности на дальнейшую жизнь тех потомков, которые родились в результате вот такого как бы неправильного питания. И была изучена модель голландского голода. Во время, в результате введенного Германии продовольственного эмбарго в западной части Нидерландов зимой 44-45 годов женщины, которые, ну не только женщины, но все люди, имели возможность получать питание с калорийностью 640 калорий. На сегодняшний день оказались живы 2414 детей, которые стали взрослыми, да, потомков, то есть вот тех детей, которые родились между 43-ми и 47-ми годами, и их состояние здоровья было изучено спустя 50 лет, в 96-м году. Что оказалось? Они, эти люди, которые выросли, им стало по 50 лет, они отличались тем, что они были низкорослые, у них гораздо чаще встречались болезни сердца и сосудов, у них гораздо чаще встречался сахарный диабет и ожирение. Ну, знаменитый Бастин Хейманс, это молекулярный эпидемиолог из знаменитого Лейденского университета, написал вот эту книгу, которую я нашла, и он оказался, доказал, что даже через 60 лет он обнаружил в их генах, в их ДНК особые участки, да, метилировая ДНК, которые остались, и оказалось, что их ген инсулиноподобный фактор роста был, имел меньше метильных прикрепленных групп, чем у их братьев и сестер того же пола, которые были, родились раньше или позже. Ну, и оказалось, что инсулиноподобный фактор роста, он строго контролируется эпигеномом, в качестве медиатора управляет ран главными этапами раннего развития организма. Поэтому, как бы, вот эта модель была изучена очень глубоко уже на 60 человеках, которые подвергались внутриутробному голоду. Среднесуточный колораж этих матерей был приблизительно 667 килокалорий. Ну, и оказалось, что голод на ранних сроках беременности приводил к тому, что наиболее уязвимыми оказались во время метоза последовательности ДНК, да, и метильные группы, которые были связаны с цитозинами и динуклеотидами. Поэтому итогом вот этого голода, которые были в результате эти дети, которые выросли, но были зачаты в период голода в Голландии, у них оказалось, что сохранялся высокий инсулиноподобный фактор роста в крови, который повышал риск развития ожирения в будущем, развитие метаболического синдрома, и гораздо чаще у них развивались гипертоническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, ну и даже общая смертность была выше на 10% и выше была частота ожирения. Более того, у детей и внуков тех, кто пережил голод в Голландии, выявлялись изменения в метилировании в 15 локосов генов в сравнении с тем, чьи предки не подвергались воздействию голода. К сожалению, подобные работы не провелось в нашей стране, да, то есть не проанализированы потомки тех, кто испытывал голод во время блокады в Санкт-Петербурге, поэтому, к сожалению, собственных данных у нас нет. Таким образом, голод во время беременности, а, к сожалению, у нас есть мамаши, которые садятся на диету, способствует дефициту массы при рождении, ребенок как бы внутриутробно прогнозирует неблагоприятные условия после рождения. Это приводит к тому, что формируется особая стратегия подготовки к выживанию. Они вначале, они низкорослые, у них ранний пубертат, то есть раннее становление менструальных функций, у них часто нарушение гормональной оси, изменение поведения, формируется инсулинорезентность, и они рано начинают накапливать жировую ткань. Поэтому в ответ на недоедание, плоды, которые внутриутробно испытывают голод, то есть какие-то причины, не обязательно специальная мать во время беременности ничего не ест, а мать сидит на диете, и мать как бы специально ограничивает себя в еде. Поэтому это может приводить к появлению внутриутробной задержки роста, формированию, так называемым, догоняющего роста, а также формирование метаболического синдрома. Это приводит к повышению аппетита, к увеличению доли висцеральной жировой ткани в течение первых трех лет жизни, первых пяти лет жизни, ну и формирование инсулинорезистентности. Поэтому эпигенетические факторы, как и генетические, ведут к изменению метиляции генов, да, и приводят к различным в будущем изменениям. Поэтому мы понимаем, что, конечно, влияет все, не только генетика. Генетика, безусловно, на сегодняшний день известно, что открыты специальные гены, которые увеличивают риск развития ожирения, аллергии, некоторых видов рака, психических заболеваний. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно знаем, что не всегда наследственные факторы реализуются, и даже однояйцевые близнецы, помещенные в абсолютно разного условия, по-разному реализуют свои генетические особенности. Ну, например, разлучили близнецов, да, после рождения, и дальше один вырос спортивным, здоровым, потому что он попал в такую семью, а второй как бы вырос толстым, да, леном, потому что он, опять же, попал совершенно в другую семью. Поэтому, встретившись спустя там 40 лет, они с трудом узнали друг друга. Поэтому на сегодняшний день есть, ну, вот на данной картинке, да, показано, как доктор Паро и Кавали проводили эксперименты с трансгенными линиями, дрозофил подвергая их тепловому воздействию, да, и дрозофилы меняли цвет глаз, уже, но этот эффект без внешнего влияния сохранялся у нескольких поколений. Поэтому на сегодняшний день, да, еще один эксперимент, когда ученые американские Джиртл и Отленд проводили эксперименты с беременными трансгенными мышами, агуте, которые имели желтую окраску, то есть желтую шерсть, и они были больше предрасположены были к ожирению, но им добавляли в корм фолиевую кислоту, витамин В12, цисахалин и метеолин, и, в общем-то, появилось даже нормальное потомство без изменений. Поэтому это говорит о том, что эпигенетическое воздействие может оказать влияние, то есть, несмотря на генетику, да, то есть различные добавки во время беременности могут привести к тому, что, возможно, уменьшится влияние, да, вот этих вот, как бы генетических факторов. Поэтому вот вы видите картинки, да, что вот правая сторона добавляли в скорм витамины различные, фолиевая кислота, метеолин, хонин, холин В12, и, в общем-то, была нейтрализована экспрессия мутантного гена, во всяком случае, уменьшилось количество мышей, которые, желтая окраска, у которых чаще развивается ожирение. Таким образом, уважаемые коллеги, воздействие факторов внешней среды способно менять активность генов, увеличивая или уменьшая вероятность реализации целого ряда наследственных факторов. Поэтому мы понимаем, что целый ряд наследственных заболеваний, они могут реализоваться или не реализоваться, с помощью различных эпигенетических факторов, ну и болезней сердца и сосудов, и болезней почек, аутоиммунные, онкологические заболевания, различные синдромальные патологии. Поэтому, безусловно, в будущем возможно как бы целенаправленная медикаментозная терапия, которая будет направлена на прием ингибиторов метилтрансферазы ДНК или ингибиторов диацидлилаза или воздействия на РНК. Ну, возможно, это повлияет, конечно, на неблагоприятный эпигенетический пейзаж, но это еще пока далеко от внедрения в клиническую практику педиатра. Безусловно, структурное развитие головного мозга, оно начинается во внутриутробном периоде, заканчивается после трехлетнего возраста, и мы понимаем, что какие-то факторы могли реализоваться, какие-то могли не реализоваться, и здесь очень важно, чтобы мама во время беременности правильно питалась, чтобы она хорошо родила этого ребенка в срок, не раньше срока, чтобы родила естественным путем, ну, и дальше, конечно, кормила ребенка грудью, потому что мозг продолжает развиваться. Таким образом, неполноценное во внутриутробный период питание, оно, конечно, сокращает количество нервных клеток мозга, да, и очень важно страдает именно развитие мозжечка, которое страдает от дефицита питательных веществ, ну, и вот этот вот важнейший период от внутриутробных к неутробный период, это, конечно, самый уязвимый период. Очень важно, чтобы ребенок родился в срок, потому что мы понимаем, что все дети, рожденные раньше срока, как бы нам этого не хотелось признавать, да, они могут быть потенциальными инвалидами. Безусловно, огромное количество факторов влияет на миеллинизацию нервных волокон. Милинизация – это покрытие серым веществом. Главнейший негативный фактор – это фактор гипоксии, который приводит к рождению преждевременного малыша или от того, что он страдает от хронической гипоксии. Ну, и, конечно, обеспеченность белком, ведь все прекрасно знают о том, что в результате третьей степени недостаточности питания развивается маразм, поэтому называется маразматический квашаркор. турин, длинноцепочные полиненасыщенные жирные кислоты, холин, лецитин, железо, йод, медь, витамин В12, лецитин, галактоцеребразиты, цинк и целый ряд других микроорганизмов. Поэтому я уже говорю о том, что важнейшим негативным фактором является гипоксия, которая приводит к различным клиническим проявлениям перинатального поражения ЦНС. Ну а дети, родившиеся со звуру, это дети, конечно, которые не страдают в будущем от дефицита массы, они очень быстро начинают прибавлять в массе, но тем не менее у них может быть плохое развитие речи, зрительной памяти, у них может быть отмечаться дефицит IQ, да, ну вот в 7 лет например на 6-8 пунктов. Безусловно, степень снижения интеллекта зависит от степени звуру, у большей части, конечно, мягкие нарушения развития нервной системы, ну и очень важно, чтобы, конечно, во время беременности мама получала витамины, да, и микроэлементы, поэтому в идеале она должна начать их получать до зачатия, называется проконцепция, здесь очень важен цинк, фалаты, железо, витамины B6, B12, витамин D, очень важно, чтобы они получали в первом триместре беременности это фалаты, опять железо, йод, витамины B12, витамин D, очень важно, чтобы во второй и третьем триместре беременности железо, кальций, витамины, ну и послеродовый период, Опять же, железо, кальция, витамин D, белки и жиры. Поэтому, уважаемые коллеги, естественно, дефицит микроинтриентов у матери может оказывать негативное влияние на ребенка в течение его дальнейшей жизни. Поэтому на сегодняшний день доказано, что дефицит, то есть нарушение развития почек может быть связано с дефицитом железа, цинка, витамина А, фолиевой кислоты. Дефицит железа, цинка, витамина А, фолиевой кислоты оказывает влияние на нарушение развития, на риск нарушения развития болезни сердца и сосудов. Дисфункция, нарушение развития поджелудочной железы связана с дефицитом железа, цинка, витамина А, фолиевой кислоты и опять же витамина В12. Ну, а нарушение состава тела и пищевого поведения может быть связано с дефицитом магния, железа, цинка, кальция, фолиевой кислоты и витамина В12. Поэтому целый ряд нарушений развития респираторной системы связано с дефицитами витаминов А и Д. Уважаемые коллеги, таким образом, подводя итог, мы можем говорить о том, что геном – это совокупность всех генов в нашем организме, а эпигеном – это программное обеспечение, как модно можно сегодня говорить, помогающее клеткам использовать свой генетический код. Поэтому геном, по сути, решает, когда и какой ген активизирует. Он регулирует программирование скорости старения клетки, он регулирует восприимчивость, есть или нет, внешний раздражитель. Сегодня мы все живем в страхе перед COVID-инфекцией, и, как обычно, уже на витке знаний за 8 месяцев от начала данной инфекции уже появились данные о том, что способность заболеть или не заболеть, умереть или не умереть, зависит от, естественно, генетики нашего организма. Поэтому зависит, ну, а эпигенетические переключатели, да, не существуют, которые способны выключить, да, или, наоборот, активизировать работу каждого гена. Анастасия Евгеньевна Кучина Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, взаимосвязь диеты мамы и состава грудного молока. Ну, небольшой анонс моего доклада. И, конечно, поговорим в первую очередь о тысяче дней жизни, которые начинаются от момента зачатия и длятся до двухлетнего возраста, да. И прошу обратить внимание на график слева сверху. Это из учебника Нельсона 2000 года, однако эта информация не потеряла своей актуальности. И мы видим, что в течение первого года жизни когнитивные функции ребенка, речевое развитие, чувствительные проводящие пути достигают пика своего развития, да. И ни в один из периодов жизни человека организм не растет и не развивается так быстро, как в этот критический период. И обратим внимание на ростовой скачок у детей младшего возраста, да, показан процент от общего прироста массы и роста за период три года, да. Мы видим, что относительно общей массы тела, так скажем, во взрослой жизни и роста, да, в течение первых трех лет жизни ребенок увеличивает свой рост на 16%. На массу на 16%, а рост на 36%. Итак, от чего зависит состав грудного молока? Это, конечно, материнские факторы, к которым относятся возраст, мать, ретническая принадлежность, нутритивный статус. Это и стадия лактации, и циркадные ритмы, ну и, конечно, это кесарево сечение, о котором мы часто говорим. Со стороны ребенка это также нутритивный статус, пол мальчика или девочка, ну и, конечно, вес при рождении. Интересный систематический обзор был опубликован в 2017 году. Макроэмикторы и элементы в грудном молоке, да, состав грудного молока, где на основании анализа диеты мамы и анализа грудного молока было выяснено, что рыба положительно коррелирует с дуко-загексоеновой кислотой в грудном молоке. Лакта и ова вегетарианцы имели отрицательную корреляцию с витамином В12. Диета, богатая с карбиновой кислотой, имела положительную корреляцию с витамином С в грудном молоке. Ботат положительно коррелировал с витамином А в грудном молоке. Яйца с уровнем селена. И рыбий жир пропорционально увеличивал уровни дуко-загексоеновой кислоты и козапентоеновой кислоты в грудном молоке. Ну и, конечно, самая большая корреляция была выявлена для витамина D, то есть добавки увеличивали содержание витамина D в грудном молоке. Не можем, конечно, не сказать также о микробиоте грудного молока, это наша профильная тема. Например, исследовав рацион мамы, диетические какие-то предпочтения мамы и микробиоту грудного молока, было выяснено, что витамин С положительно коррелирует с родом стафилококка в грудном молоке и полиненасыщенные жирные кислоты с родом бифидобактерии. Итак, обещали некоторые факты, да, это физиологически, это перенос через плаценту витаминов А, Е, К, а напомним, это жирно-растворимые витамины ограничен, что ведет к недостатку этих микронутриентов у новорожденного. Высокий риск дефицита витамина Е у новорожденного из-за окислительного стресса, который в первую очередь вызван переходом из пренатальной жизни в постнатальную во внеутробную. Усвоение младенцами цинк из грудного молока является недостаточным для удовлетворения потребностей, уменьшение рибофлавина снижает лактацию, витамины группы Б обладают синергичным действием, усиливают действия друг друга, а также выявлен синергизм витамина В12 с цинком, селеном и витамином С. И также из физиологии. Определение альфа-токоферола в грудном молоке в разные периоды лактации выяснено, что в молозиве самое высокое содержание альфа-токоферола, в переходном молоке становится ниже и в зрелом молоке не удовлетворяет потребности суточные. Итак, с кем же мы имеем дело? Поговорим в первую очередь про продовольственную безопасность. Мы помним, что продовольственная безопасность это то состояние, когда все люди в любой момент времени имеют возможность как физическую, так и экономическую к достаточному потреблению продуктов питания, которые удовлетворяют все их потребности в активной жизни и нутритивному статусу. Итак, выяснено, что около 800 миллионов человек не имеют доступа к достаточному количеству продуктов питания, 2 миллиарда человек испытывают дефицит основных питательных микроэлементов, 60% людей в странах с низким уровнем дохода испытывают нехватку продовольствия. И мы не говорим здесь о странах Африки с недостаточным развитием, мы говорим о нашем контингенте с теми мамочками, с которыми мы общаемся. Итак, поинтересовавшись у Инстаграма по запросу в поисковике «Мама», Инстаграм предлагает познакомиться со следующими мамами, это «Мамы и веганы», «Мамы и йоги и веганы». Процитирую некоторые посты, одно из мам, например, молоко любого другого вида животного противоестественно. Молоко – это мощный слезеобразующий продукт, выстилающий кишечник и способствует брожению. Мама хвастается, что вынашивает детей на траве, к сожалению, да, ну и, конечно же, она имеет 50 причин уберечь ребенка от прививок. Ну, мы сейчас видели ребеночка несчастного, которого назвали шуткой, да, и какие шутки с ним творят родители. Коллеги, но что можно, о чем можно говорить? Если природой предполагается, что мама родила ребенка, она должна кормить его молоком. Другой вопрос, нужно ли пить молоко до старости, да, не у каждого человека это может усваиваться, но младенец должен пить мамино молоко, за исключением некоторых случаев, ну, когда в силу редкости, например, у него первичная аллоктазия, это бывает один случай за жизнь врача, либо когда тяжелейшая пищевая аллергия, даже мамино молоко ребенок не усваивает, во всех остальных случаях он должен пить мамино молоко. Но при этом мы понимаем, что доля правды есть какая-то, например, да, о том, что казоморфины могут оказывать опиоподобные действия, такие данные есть, но это очень маленький процент детей, у которых так или иначе может быть аутизм, и у которых они не переносят то же самое, чаще всего коровье молоко, но не речь не идет о маминах. Поэтому можно сказать, что в наше время горе от ума, с одной стороны, а с другой стороны, нет образования, и вот эти выводы, которые делают эти мамы, они вот такие скоростечные, которые приносят вред. Дальше нас. Спасибо, Ирина Николаевна. И еще, простите, Настя, это говорит о том, что врач, к сожалению, к этому не имеет отношения, поскольку у бедного врача нет времени для того, чтобы давать консультации на эту тему. Ну, где этому бедному врачу за 12 минут, 8-12? Да, ну, 8-12. Где у него бедного врача еще поиграть с ребенком, чтобы он не орал при виде этого доктора, да? То есть как-то к нему не с самого начала подобраться. Поэтому... Ну, вот продолжим по поводу того, что и мамы пишут, да, что нельзя кормить детей с чужими детьми. И вот по поводу последнего тоже хотелось бы прокомментировать. Мама пишет, что ничего не ест, у ребенка проявление аллергии, и вот она на строгой диете, там гречка и вода. И ведь действительно часто мы, особенно сейчас, да, диагностируем аллергию белкам коровьего молока или пытаемся ее исключить. И в рамках наших попыток садим женщину на строгую диету, там, до трех недель. И, к сожалению, иногда эти диеты продолжаются, и не всегда получается корректировать вовремя и правильно. Маме нутритивный статус, да, при этом мама действительно ничего не ест, очень хочет кормить грудью, у ребенка появляется положительная динамика на фоне маминой диеты, да. То есть, ну, достаточно, на самом деле, серьезная проблема. И, ну, вот опять же, один из примеров. Мама Ника пишет, проявляет свою осведомленность и знание в вопросе грудного вскармливания, да. Вот пишут, что ученые выявили один тип олигосахаридов, два фукозилолактозу, а в грудном молоке более 130 штаммов. Ну, во-первых, фукозилолактоза и штаммы – это немножко разные вещи, хочется, да, маму Нику прокомментировать, ну, а во-вторых, уже далеко не 130 штаммов и далеко не один олигосахарид. Мамочки наши после родов худеют, да, там за 60 дней сидят на различных БАДах, вот. Но, к сожалению, эти мамочки не имеют, те, кто пишут, да, вот эти вот посты, они не имеют никакой ответственности за свои слова, и эту ответственность несем мы. И действительно, существует ряд причин, при которых кажущаяся здоровая женщина далеко не здорова. И действительно, мы имеем дело с женщинами с антигощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, женщинами с осложненным течением беременности, и на фоне сопутствующей патологии, да, соматические, это мамочки-веганы-вегетарианки, да, это худеющие мамочки, мамочки с послеродовой депрессией, и мамочки на лечебной диете. Так, в 2012 году выявлено, что около 5% взрослых американцев – вегетарианцы. Ну, учитывая, что мы чуть-чуть отстаем в моде от вегетарианцев, я думаю, что к 2020 году, возможно, и в Российской Федерации около 5% взрослых являются вегетарианцами. 40% немецких лакто-ово-вегетарианских беременных принимали внутрь меньше, чем ожидаемая средняя потребность витаминов. Младенцы с дефицитом витамина В12, находящихся на грудном вскармливании у вегетарианских матерей, имели тяжелые неврологические симптомы, и это важно. И интересную нашли информацию по поводу, опять же, вегетарианских диет, и грудное молоко мам-веганов по своему составу похоже на невегетарианцев, за исключением концентрации жирных кислот, например, пишет Академия диетологии американская. Далее, веганская диета не может быть рекомендована населением, пишут швейцарцы и немцы, и подчеркивают важность добавок и питания в этих группах. СПГАН пишет, что существует риск дефицита питательных веществ у младенцев от мам-веганов. Ну и по поводу банков грудного молока, о донорах веганов банков грудного молока в Европе и в США огромное количество, в каждом штате как минимум один банк есть. К сожалению, у нас пока в Российской Федерации функционируют три банка грудного молока. Так вот, Европейская ассоциация банков грудного молока пишет, что матерям-веганам без добавки витамина D не следует сдавать своё молоко. Европейская ассоциация по уходу за новорожденным ребёнком пишет, что веганская диета является абсолютным и постоянным критерием исключения для сдачи грудного молока в банк. Хочется, конечно, обратить внимание на состояние здоровья беременных, рожениц и родильниц к вопросам о женщинах с отягощённым кушерско-гинекологическим анамнезом. По данным Росстата в 2017 году анемии страдали 32% родивших, из числа закончивших беременностью болезнями системы кровообращения 8%, болезнями мочеполовой системы 16%, с сахарным диабетом страдали женщины в почти 10%. То есть далеко нездоровые женщины рожают детей. Выявлено, что по сравнению с матерями с нормальной беременностью у женщин, с беременностью высокого риска, причём в том числе переношенной, или беременностью преждевременными, заканчившейся преждевременными родами, наблюдалась пониженная концентрация ретинола в зрелом молоке, а также тенденция к снижению концентрации альфа-токоферола. В этом исследовании хочется сказать, что женщины с высоким индексом массы тела, с гистационным сахарным диабетом, артериальной гипертенцией, преэклампсией, бронхиальной астмой, а также тромбоэмболическими осложнениями. Про мам курильщиков, конечно же, тоже нужно сказать. Концентрация витамина Е в зрелом молоке значительно ниже у курильщиков, и курение матери способствует развитию процессов перекисного окисления у новорожденных. А сейчас вопросы перекисного окисления крайне вообще популярны. Немаловажно, коллеги из Дагестана провели тоже интересное исследование по химическому составу грудного молока у родильниц, проживающих в зоне экологического неблагополучия после периода бесплодия. Во-первых, бесплодие сейчас как никогда актуально, но и проживающие в зоне экологического благополучия. Мало какие регионы в Российской Федерации могут похвастаться благополучием. Так выяснено, что изменение содержания минералов отмечалось в сторону снижения концентрации калия и магния и увеличения натрия, кальция и фосфора в грудном молоке женщин, страдавших ранее бесплодиевые. Также выявлено снижение витаминов А, Е, С в молоке родильниц после периода бесплодия в неблагополучных районах. И доказательства, конечно же, мы вам предоставим. Это просто какое-то космическое исследование, делящееся 16 лет с 1998 по 2014 год, обеспеченность микронутриентами и женское здоровье с участием Института микроэлементов ЮНЕСКО, с участием Ивановской государственной медицинской академии, Санкт-Петербурга, Москвы. То есть оценивали нутритивный статус женщины по макро- и микронутриентам и диету, и сравнивали. То есть проведенный интеллектуальный анализ по стандартной обработке результатов таких интересных данных. Выяснено, что число женщин, процент обеспеченных витаминами и микроэлементами в странах Западной Европы и в Российской Федерации. Мы видим, что в странах Западной Европы процент женщин, обеспеченных витаминами, чуть больше, чем в Российской Федерации. Но мало по каким витаминам приближается к хотя бы половине нужных суточных потребностей. И в современной Западной Европе потребление почти всех витаминов не достигает минимальной рекомендованной суточной потребности. Широко распространены полигиповитаминозы, сниженная витаминная обеспеченность женщин репродуктивного возраста, ассоциирована с нарушениями липидного профиля крови, с повышенным риском гипергопоцистеиномии, нарушения барьерной функции кожи. И по сравнению с жительницами Западной Европы, у россиянок были установлены выраженные дефициты ряда микроэлементов, прежде всего фалатов, селена, магния, кальция, цинка. По поводу фалатов, правда, хочется сказать, что здесь играет культура питания. В Западной Европе все-таки чаще и больше едят зеленые салаты. А по поводу селена, опять же, хочется сказать, что в странах Западной Европы вода обогащена селена почти во всех регионах, а у нас многие регионы России относятся к так называемым гипоселеновым геохимическим провинциям. Вот систематический обзор также проведен по поводу депрессии и материнского статуса. 38 исследований были включены. И, к сожалению, не показана значительность связи между концентрацией витамина В12, фалатой и ферритина, но, однако, была продемонстрирована связь между уровнем витамина D и в сыворотке крови и депрессии до и после родов. Итак, потребность в питательных веществах при лактации выяснена. Теетические рекомендации существуют для периода беременности и лактации. Эксперты установили перечень питательных веществ, потребность в которых возрастает в период лактации. Это повышенная потребность во всех водорастворимых витаминов. Возрастает потребность в витамине А, минералах, полиненасыщенных жирных кислотах. Институт медицины Национальной академии США выдвинул свои рекомендации. Существуют рекомендации организации ООН. Существуют также и наши нормы физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. Последние, правда, 2008 года. И вот нормы физиологической потребности для женщин, базовые с 18 до 20 лет, дополнительные в первые 6 месяцев лактации, дополнительно после 6 месяцев лактации. И нужно сказать, что сравнили мы наши рекомендации. И рекомендации Института медицины и питания США были абсолютно идентичны. И хочется успокоить, что у нас есть витаминно-минеральный комплекс для обеспечения кормящей матери жизненно необходимыми микронутриентами. И создан он в соответствии с нормами физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ, про которые мы ранее сказали. И еще раз продемонстрируем нормы потребления в витаминных и микроэлементах Института медицины. Итак, существуют ли убедительные доказательства того, что прием витаминов матери повышает их концентрацию? И однозначно существует. Проведено несколько систематических обзоров. Например, ретинол и жир, и ретинол в грудном молоке, в зрелом молоке концентрация ретинола положительно коррелировала с молочным жиром. Ну и это понятно, потому что витамин А все-таки жир растворил бы витамин. Ретинол и жир в грудном молоке были положительно связаны с потреблением витамина А матерью. И послеродовые добавки с высокой дозой витамина А привели к значительному увеличению содержания ретинола жилова в грудном молоке. Йод в грудном молоке, также систематический обзор, достаточно новый, 2018 года. Когда выясняли, различается ли грудное молоко при употреблении добавок йода или не различается, выявили, что различается и значительно. Ну и вот на заметку хотелось бы сказать, у женщин, перенесших кесарево сечение, к вопросу о кесарево сечении, на 5-11 день лактации йода в грудном молоке было значительно ниже, чем у женщин после естественных родов. И эта заметочка касается тех женщин, которые йод дополнительно не употребляли во время лактации. Жирные кислоты в грудном молоке, потребление икозапентоеновой кислоты, идукозагексоеновой непосредственно из пищи или добавок является единственным практическим способом повышения уровня жирных кислот в организме и в грудном молоке. Ну про кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, опять же, много говорится и ставится под сомнение то, что нужно есть до 300 грамм жирной рыбы в неделю. Сомнения это связаны с тем, что в рыбе содержится большое количество ртути. Ну вот никак пока не могут договориться диетологи, нужно все-таки есть, потому что хочется повысить полиненасыщенные жирные кислоты в организме, либо не нужно есть, потому что боимся ртути. Ну, Анастасия Евгеньевна, не вся рыба содержит ртуть, поэтому источники рыбы могут быть разные, конечно. Потом не каждая семья имеет возможность есть рыбу хотя бы три раза в неделю, потому что она сегодня дорогая. Плюс не все люди любят рыбу, потому что она может быть не такая свежая, она может припахивать. И рыба, которая выловлена сегодня, и все это пробовали в ресторанах, которые рядышком находятся с морем, да, это отличается от того, что ты купишь замороженное в магазине, которое многократно растаивало и так далее. Поэтому полиненасыщенные жирные кислоты нужны для беременной и кормящей женщины ежедневно, потому что они необходимы для развития прежде всего мозга. Поэтому вопрос для того, чтобы они попадали в грудное молоко каждый день, потому что их не накопишь нигде, а в собственном организме женщины они не синтезируются. Поэтому вывод, что должны быть ежедневные добавки, прием с едой. Поэтому один вариант – это принимать омега, а другой день – принимать комплекс, в котором это есть. И не заботишься о том, ты еще должна заплатить отдельные деньги и купить омега. Поэтому тот комплекс или вид кормления, о котором мы сегодня говорим, потому что это единственный пока комплекс для кормящих женщин, там все предусмотрено, в том числе и вот эти омега, которые есть. И уже нет боязни ртути, потому что это абсолютно все сделано химически чистое. Ну и хотела бы добавить, вдруг кто не знает, по поводу ртути в рыбе, считается, что количество ртути в маленьких рыбках, то есть в рыбках небольшого размера значительно меньше, чем в больших и жирных рыбах. Ну, правда же, маленькие рыбки, они не такие жирные, но тут нужно находить, видимо, свой баланс. То есть надо ходить на рыбалку. Надо на рыбалку. И ту рыбку, чтобы приводить карасиков. Уж я, да, карасики, их надо, они очень полезны. На вопрос, то ли мужа отпустить на целый день на рыбалку, либо купить маленькую рыбешку. Ну да, кстати, это к вопросу блактации имеют непосредственное отношение, потому что мамочку просим обязательно быть спокойной, заниматься аутотренингом, чтобы все было хорошо, чтобы те гормоны стресса, которые могут выделиться при любой проблеме, не попадали в грудное молоко, чтобы не болел живот. Вот поэтому, да, здесь целый большой вопрос для обсуждений. Ну, и есть ли изменения в проекте или жирных кислот при добавлении омега? Да, большой, опять же, был систематический обзор проведен. Все исследования выявили положительную связь между потреблением источников омега-3 и их концентрацией в материнском молоке. Влияние добавок витамина Е на повышение уровня альфа-токоферола. Была также выявлена положительная корреляция между потреблением и уровнем альфа-токоферола в грудном молоке. И, в общем-то, такие систематические обзоры есть по поводу почти каждого витамина. Вот. Хотела бы сказать, что пусть самые выгодные инвестиции будут еще и качественными, да, а грудное молоко – это действительно самая выгодная инвестиция. И хотелось бы так же сказать, что исследовать витамины в грудном молоке – это крайне сложная задача. Мы с Ириной Николаевной пытались найти источники лаборатории, кто бы посмотрел нам грудное молоко на наличие витаминов, и все нам отказали. Связано это с тем, что каждый витамин нужно искать своим способом. Да, количество витаминов в грудном молоке матери зависит от того, переднее – это молоко или заднее, от циркадных ритмов, от ритма, да, утро, день, вечер, и от состояния матери и ее психического здоровья. То есть это на самом деле сложная задача, и если есть какие-то метаанализы, систематические обзоры, то, конечно, хочется им верить, исследовать, да, тем рекомендациям, которые сейчас существуют. Ну, то есть исследования, они редки, сделать их очень трудно, очень трудно. Но мы с Настей не отчаиваемся и думаем, что мы нашу мечту воплотим. Да, мы все равно, мы все еще ждем ответа, я думаю, что не отстанем от людей, которые могут это сделать в Москве. Откликнуться, и мы воплотим наши мечты. Хорошо, спасибо большое. Ну, и сейчас третья часть. Уважаемые коллеги, мы продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему и поговорим, какова же должна быть диета кормящей женщины и что должен и может рекомендовать педиатр. Для начала хочу сразу обратить ваше внимание, кто должен давать рекомендации. И вот на одном из циклов повышения квалификации врачей, одна доктор, которая сидела у нас в зале, сказала, я не буду давать рекомендации кормящей женщине, это должен делать кинеколог. На этот счет у нас возник спор, и мы понимаем, что кормящей женщине абсолютно нет времени. Диета женщины во время кормления грудью интересует только педиатра для того, чтобы получить здоровое, развитое потомство, для того, чтобы дать какие-то ограничительные рекомендации, например, исходя из наличия или высокого риска развития аллергии у ребенка. У нее нет времени для того, чтобы бежать к гинекологу. К гинекологу она пойдет только в том случае, если у нее будут проблемы внизу. Если у нее мастит, то она побежит к хирургу, а профилактика мастита и как обрабатывать грудь, нужно ли ее обрабатывать, интересует, опять же, педиатром. Уважаемые коллеги, что касается диеты, мы продолжаем обсуждать эту тему и напоминаем еще о том, что вскармливание ребенка первых месяцев жизни – это важнейший эпигенетический фактор, который влияет на развитие и дальнейшее ребенка. И мы говорили сегодня в первой части об эпигенетике, но это не единственный фактор, а механизм формирования здоровья. И мы говорим о том, что питание ребенка оказывает действительно влияние, влияние на развитие здоровья, дефицит нутриентов может оказывать перманентное негативное влияние, то есть, например, дефицит железа на когнитивную сферу, избыток микроинтриентов тоже может оказывать влияние на развитие будущего взрослого человека. Поэтому, вспоминая как бы опять про тему витаминов и микроэлементов, они нужны в преконцепции до зачатия. Здесь опять же цинк, фалаты, железо, витамины В6, В12, Д. В первом триместре прежде всего роль фалатов, железа, йод, витамины В12, Д. Надо избегать избытка железа, поэтому в идеале устранить дефицит железа до зачатия. Во втором, третьем триместре и послеродовом периоде это опять железо, кальций, витамины, ну а в период кормления грудью, конечно, белки и жиры. Поэтому мы уже обсуждали о том, что дефицит микроинтриентов у матери, последствия для ребенка на протяжении, на всю его жизнь, поэтому очень важно, чтобы мама во время беременности принимала витамины, ну и москвичи в основном получают элевит. Что касается самого периода грудного вскарминга, то грудной вскарминга прежде всего поддерживает мать, да, ну и известный способ контрацепции в первые месяцы жизни в старину это использовалось. Грудной вскарминга приводит к быстрой нормализации массы, к сокращению матки, к формированию эмоционального контакта с ребенком, к снижению уровня стресса, то есть женщина приполняет любовь, снижение риска целого ряда заболеваний, ну и безусловно это экономично, что в принципе женщины учитывают. Безусловно, грудной вскарминга очень важна ребенку, ребенок получает с грудным молоком оптимальное по составу и качеству питания, что влияет на развитие интеллекта, формирование эмоционального контакта с матерью, снижает риск развития ожирения даже в будущем, ну и самое главное, конечно, это влияние на иммунитет. Безусловно, потребность в микронутриентах существенно возрастает во время беременности и лактации, ну и на данном слайде показано, что в период кормления грудью, да, зелененькие столбики, резко возрастает потребность витамина С, витамина В2, да, в йоде резко возрастает, в марганце, да, то есть в целый ряд микронутриентов. Ну вот в период мы говорим о том, что грудное молоко очень важно, об этом уже говорила Анастасия Евгеньевна, ну и состав тоже зависит, и он индивидуален, зависит от того, как мама питается, от индивидуальных особенностей, от возраста ребенка, от возраста матери, от патологических состояний. Анастасия Евгеньевна сегодня говорила о том, что есть у нас мамы, которые используют различные нетрадиционные диеты, я хотела немножечко напомнить о них, то есть есть так называемое полотрианство, когда женщина, это достаточно модная диета, ну, на всяком случае с возрастом, поскольку взрослые люди стараются не допускать красного мяса, потому что для снижения риска онкологии, ну вот молодежь тоже, часть садится на диету с исключением испытания красного мяса, при этом рыба, птица, молоко допускаются. Флекситрианство, это преимущественно растительная пища, редко мясо, но Анастасия Евгеньевна четко показала, что состав молока резко ухудшается, если женщина получает преимущественно растительную еду. Пекситрианство, это отказ от потребления мяса теплокровных, едят только рыбу и моллюсков, ну, видите, здесь молока не допускается. Фрукторианство, это рацион основан на фруктах и ягодах, допускаются злаки, орехи, ну, злаки, орехи, это во время кормления груди, это совсем очень большая нагрузка, да, это нередко провоцирует риск аллергии, потому что орехи относятся к продуктам, относящиеся к золотой восьмерке, ну, и мы видим, что данная диета, конечно, она недостаточна для того, чтобы было оптимально по качеству грудное молоко. Вегетарианство, это исключается растительная пища, витарианизм, то есть сыроедение, в принципе, это вредная еда, это сырая, не подвергнутая тепловой обработке пищи, растительного происхождения, без соли, пряностей и специи. Раздельное питание во время кормления грудью, ну, в принципе, таких научных данных нет. Дальше, питание по группам крови, научных данных нет, о том, как это влияет на ребенка. Малоуглеводные диеты, в принципе, они для длительного применения вредны, это Эткинсы и Кремлевские. Белковые диеты, голливудская яичная, они тоже вредны для человека, поскольку нагружают, прежде всего, почки и печень. Ну, и диета, богатая углеводами, доктора Хауса, пашроту, рисовая, картофельная. Поэтому в данном случае, как бы, эти диеты тоже вредны. Лакта, вегетарианство, молочное, яично-растительное вегетарианство, при котором растительная пища сочетается с молочными продуктами и яйцами домашних птиц. Лакта, вегетарианство, допустимо в питании и употреблении молока из различных молочных продуктов. Веганство строгое может быть, исключаются любые виды мяса животных, птиц, рыба, морепродуктов, яйца, молоко. Мед, младовегетарианство, то есть это лакта вегетарианства в сочетании с возможностью питаться рыбой или белым мясом рыб. Мы видим, что, в принципе, эти диеты существуют, но они не изучены, в какой степени они оказывают вред на развивающиеся, на грудное молоко. Но есть как бы данные о том, что возможны дефициты, например, при лакта вегетарианства дефицит железа, цинка, йода, ПНЖК, витаминов А и Д, ова вегетарианства, цинк, дефицит железа, йод, ПНЖК, кальций, витаминов В2, В12, веганство, опять же, дефицит железа, цинка, йода, ПНЖК, кальций, витаминов А, Д, В2, В12, белка. Ну и макробиотическая диета. Здесь большее количество дефицитов, добавляется еще дефицит белка. Так они, в общем-то, все сходны. Мы понимаем, что огромное количество нутриентов оказывает влияние на развитие мозга. Белок – это прежде всего оказывает влияние на пролихерацию клеток, дифференцировку, синаптогенез, синтез факторов роста, то есть это область мозга, кора, особенно гиппокамп. Железо дефицит оказывает влияние на синтез миелина, допамина, выработку энергии, на состояние белого вещества, стриатум, фронтальный область мозга, гиппокамп. Дефицит цинка оказывает влияние на формирование ДНК, нейротрансмиттеров, ну и функцию, соответственно, гиппокампа и мужичка. Ну и ПНЖК оказывает влияние на синаптогенез, синтез миелина, то есть формирование зрительного анализатора, да, и коры головного мозга. Поэтому на сегодняшний день рацион питания здоровой женщины предполагает, что она должна есть то, что она ела всегда, то есть мясо, мясопродукты, разные сорта мяса, сыр, творог, кисломолочные продукты, нежирные сорта рыбы, растительные масла, овощи не менее полукилограмма, фрукты и ягоды 300 грамм, соки с мякоти, крупы и макаронные изделия. Все это является источником белка, соответственно, ПНЖК и углеводов. Мы понимаем, что в раннем возрасте на развитие мозга может оказать как дефицит, так и избыток пищевых веществ. Поэтому мы понимаем, что белково-калорийная недостаточность, она, безусловно, оказывает влияние на развитие мозга, что может оказать влияние на его, не только как бы формирование это во внутриутробный период, но и на его функциональную активность. Это может привести к изменению со стороны электроэнцефалограммы, может привести к работе зрительных и слуховых потенциалов, может привести к нарушению двигательных, когнитивных и социальных функций, ну и прежде всего может привести к нарушению сна. Поэтому очень важно, чтобы ребенок, женщина, правильно питалась и получала подноценные белки, которые содержатся в продуктах животного происхождения и растительного происхождения. Ну и все это оказывает влияние прежде всего на развитие мозга. Очень важны длинноцепочные полинасыщенные жирные кислоты, они делятся на насыщенные, вообще длинноцепочные делятся насыщенные, моно- и полинасыщенные, ну и ПНЖК не синтезируются в организме, они поступают только с пищей, должны поступать ежедневно. На сегодняшний день, то, что говорила сегодня Анастасия, о том, что некоторые виды рыб могут содержать метил, рту, диоксин, другие видовитые вещества, поэтому FDA, то есть американская такая законотворческая организация Food Drug Administration рекомендует полностью ограничить потребление мяса акул, рыбы-меч, макрель, жирная рыба не запрещена беременным, кормящим и детям, и снизить как бы потребление других видов рыбы до 3-4 раз в неделю. Поэтому, поскольку ПНЖК должны быть в грудном молоке и как представители омега-6 и омега-3, поскольку они должны превратиться вот в эти превращенные арахидоновые, докозгексоеновые кислоты, которые необходимы для развития головного мозга, поскольку мозг человека и мозг ребенка состоит из жира и до 60% вот этих липидов, и мозг очень уязвим к дисбалансу этих липидов. Поэтому омега-3 очень важны, потому что является структурным компонентом для любой мембраны и при дефиците ПНЖК может нарушаться именно процесс меленизации нервных волокон. А докозгексоеново-арахидоновые являются структурным компонентом любой биологической мембраны и очень необходимы для передачи вот этого нервного импульса. На сегодняшний день есть данные о том, что именно высокое содержание структур головного мозга, докозгексоеново-арахидоновых кислот, повлияли на формирование человека разумного в процессе эволюции. Поэтому мозг очень нуждается в жирах, поскольку жиры входят в состав клеточных мембранов, состав клеточных мембран. Ну и есть данные на сегодняшний день о том, что содержание ПНЖК в грудном молоке напрямую зависит от питания матери. Есть масса исследований, которые показывают, что именно все зависит от диеты матери. и о том, что употребление матери рыбового жира приводит к значительным увеличению содержания в их организме докозгексоеновой. То есть приводит к значительному увеличению содержания докозгексоеновой кислоты именно в грудном молоке. Ну и очень важно, чтобы ДИЧ именно откладывали структуру головного мозга. и главное это область брака, где по сути и формирование речи интеллекта зависит от обеспеченности ДИЧ именно в области брака. Поэтому на сегодняшний день доказано о том, что дозы докозгексоеновой кислоты оказывают влияние именно на снижение частоты бронхолилочной дисплазии у недоношенных детей, влияет на коэффициент интеллекта выше у девочек, в возрасте 4 лет. Поэтому очень важно, чтобы был баланс между арахидоновой докозгексоеновыми кислотами. Ну и на сегодняшний день достаточно обеспеченность докозгексоеново- арахидоновых кислот влияет не только на развитие мозга, на снижение риска развития аллергии. Поэтому снижение гипореактивности дыхательных путей, профилактика аллергии у матери и у младенца, формирование зрительного анализатора у младенца. Ну вот есть данные о том, что содержание длинноцепочных ПНЖК самое высокое в грудном молоке у женщин, которые проживают в Арктике, в большей мере питаются рыбой, у женщин, которые проживают в Японии, да, поэтому ну есть как бы содержание крайне низкое, например, у женщин в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Германии, Франции, но гораздо выше у женщин, которые проживают рядышком с морем. Абсолютно четко мы уже говорили о том, что ПНЖК влияет на развитие головного мозга. Что касается комплекса или вид кормления, то входящие полиненасыщенные жирные кислоты, они тоже оказывают влияние на развитие головного мозга, на формирование зрительного анализатора именно в процессе кормления ребенка, да, и оказывают влияние на формирование иммунной системы. Исследования, которые проводились в Институте питания профессором Коденцовой показало, что у женщин Российской Федерации к сожалению дефицит витамина группы В наблюдается от 20 до 100% женщин, фолиевой кислоты до 70%, аскорбиновой кислоты от 13 до 64%, безусловно, все это зависит от диет, каротиноидов от 25 до 94%, но и по ее данным дефицит трех и более витаминов наблюдается до 70-80% обследованных женщин. Поэтому на сегодняшний день исследования, которые проводились доктором Лимановой вместе с Торшином в 2014 году показали, что обеспеченность женщин Российской Федерации к розовой столбике ниже по сравнению с европейскими, ну, трудно сказать, с чем это связано, потому что на сегодняшний день как бы мы едим, ну, у нас такого количества голодающих нет, может быть, из-за того, что в большей части рафинированные продукты мало употребляются свежих овощей, фруктов не всем они доступны. Поэтому по данным вермитрофонокадинфори, исследования за 13 лет московских с 2000 по 2013 показали, что в принципе в Российской Федерации не обнаружатся женщины, которые обеспечиваются всеми витаминами, да, ведь снижена обеспеченность В2, да, по сравнению с тем, что было в 2000 году. Ну, и исследование, которое проводила Ольга Леонидовна Лукоянова, показало о том, что для достижения высокой витаминной ценности грудного молока женщина должна принимать витамины на протяжении всей беременности, да, и кормления грудью. поэтому очень важно, что нарушение обеспеченности витаминами, минералами в грудной молоке может оказать такой риск для ребенка, не только для ребенка, но и матери. витамины поскольку витамины очень важны, да, без них, как бы, вита – это жизнь, для нормальной работы всех органов и систем, поэтому оптимально, ну, вот первое, когда, что я сделала, когда моя невестка очередная родила ребенка, первое, что я побежала в аптеку и купила, как бы, витаминно-минеральный комплекс, вот сегодня есть или вид кормления, да, для того, чтобы было хорошего по качеству молока. На сегодняшний день доказано, что не сами витамины, а их дефицит способствует развитию аллергии, поэтому витаминные комплексы обычно сегодня химически чистые, на них не возникают аллергии. Очень важны такие микро- и макроэлементы, как магний, марганецинк и медь, да, и очень важен йод, поскольку продолжается развитие головного мозга, и йод необходим для нормального формирования тироидных гормонов, поэтому очень важно, чтобы развивался ребенок, да, в дальнейшем и не было йода дефицита, поскольку мы живем в стране, во всяком случае регион Московский, это регион слабого йододефицита, но есть регионы с более тяжелым йододефицитом, поэтому очень важно, чтобы ребенок с грудным молоком получал и цинк, и медь, селен, и йод, и фалат, и все витамины группы В, для того, чтобы мама правильно питалась, да, и получала необходимые микро-нутриенты. Очень важно, чтобы мама получала железо, поскольку ребенок, она потеряла во время как бы роста и развития плода, да, дальше она потеряла железо на, естественно, на сам процесс родов, дальше она продолжает его терять для того, чтобы давать ребенку, поэтому женщина должна восполнять тот дефицит, и она должна принимать железо в период кормления грудью. На сегодняшний день доказано, что перинатальный дефицит железа может оказывать влияние тоже на больший риск поведенческих нарушений и когнитивные нарушения у ребенка. Исследования, которые проводила Вера Митрофанна-Коденцова, исследования Института питания показали о том, что вот дефицит витаминов группы В, дефицит железа есть у этих женщин, поэтому очень важно принимать поливитаминно-минеральный комплекс. К сожалению, женщины, которые не принимают опять же их исследования в большей мере имеют дефицитное состояние. Поэтому ну вот здесь дефицит, да, и объем молока у них меньше намного, и дети в меньшей степени получают это молоко, и нарушена обеспеченность витаминами. Поэтому дифференцированный подход к микронутриентам и сопровождению планирующих беременности кормящих женщин, это первое планирование беременности, первый триместр это элевит, да, получают, элевит продолжают в первом и в третьем, во втором и в третьем триместре, называется элевит пронаталь, но аэлевит кормления с началом кормления, периода кормления. Поэтому вот этот замечательный комплекс элевит кормления, помимо витаминов кальция, железа, йода, цинка и селена, в нем содержится докозогексоеновая кислота практически в одной капсуле 200 международных единиц, ну и лютеин, да, который очень важен для того, чтобы защищать сетчатку от повреждений света и как бы уменьшает последствия окислительного стресса и предупреждает повреждения сетчатки за счет фиолетового цвета. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok